Ирина Эльдарханова Мы встретились с Ириной Борисовной в отеле «Хаят Ридженси» в ЭТБ «Арена Парк», чтобы обсудить тенденции рынка. Представители многих отраслей говорят, что в этом году рынок российский наконец-то начал пробуждаться от кризиса, начали восстанавливаться продажи. Ощущаете это как-то на своем бизнесе? Каковы итоги вашего 2017 года? Я не могу сказать, что мы недовольны 2017 годом и не могу сказать о том, что прямо многие пробудились от сна. Во-первых, есть такая тенденция, очень странная, наверное, для многих, что во время кризиса не происходит какого-либо резкого спада в наших магазинах шоколадных подарков. Как правило, во время кризиса продолжается развитие и рост продаж. Еще начиная с кризиса 2008 года мы для себя вывели обоснование этому, что во время кризиса люди начинают наиболее щепетильно относиться к своим затратам, и в том числе на подарки. И они начинают тратить свои деньги, выбирать все-таки то, что не просто какая-то безделушка, которую принесут они, да, ее там не понравилось, они куда-нибудь дотолкают получать. Они стараются делать практичные подарки. Шоколад, который сделан очень красиво, как сувенирная продукция, как достойный подарок, он является с одной стороны очень таким эмоциональным подарком, а с другой стороны это практичный подарок. Мы все равно видим, что покупатели ведут себя намного более рационально. Что касается корпоративных клиентов, то тоже есть очень интересная тенденция. Есть компании, которые начинают экономить на подарках, на маркетинговом бюджете, а есть те, кто, наоборот, начинают в это время вкладываться намного больше в это, потому что по их же объяснениям они придают большое значение именно тому, чтобы быть более конкурентным способом, сохранять отношения с своими партнерами. Они начинают взять еще большее внимание промо, которое запоминается. Но в целом я должна сказать о том, что объемы заказов у нас в 2017 году увеличились. А есть какие-то подсчеты? Кто все-таки основной ваш клиент? Это частный сектор или это все-таки корпоративный? В свое время, когда мы начали бизнес и начали выбор первой компании, которая начала предлагать корпоративные подарки, не просто коробку конфет, а в нише ее эконом, бизнес, вип, супервип и так далее, то у нас в этот момент, когда мы образовались, только начали открывать первые шоколадные магазины, бутики в России, то у нас был момент, когда у нас корпоративное направление составляло 80% продажи, заказы компаний. И только мы имели один или два бутика, у нас было это 20%. Сейчас уже много лет и продажи розничным клиентам, то есть через нашу фирменную сеть, и заказы корпоративных клиентов примерно половина с небольшими колебаниями. Вот вы 17 лет на рынке. Как вы думаете, в чем такой секрет успеха вашей компании, вашей продукции? Почему очень многие клиенты остаются вам верны многие годы, к вам приходят новые? Конкурентных преимуществ их несколько. Первое, все-таки мы были первыми на рынке, совсем первыми в России, которые начали вообще создавать шоколадные подарки, как я сказала, в разных нишах, да, потому что на момент того, когда мы создавали бизнес, ну, самый большой подарок, который был, это была коробка конфет. Мы начали создавать, если это даже условно коробка, да, то это может быть до шикарной шкатулки с сотнями конфет. Мы на самом деле создали эту нишу в России. Вы сейчас удивитесь, но я вам скажу о том, что я общаюсь во многих странах с предпринимателями, которые хотят развивать такой же бизнес. Таких ниш на сегодняшний день нету в большинстве стран мира. Это однозначно то, что был принцип, который мы приняли при создании компании. Мы никогда не жертвуем качеством ради себестоимости или каких-либо колебаний, то, что будет происходить. Наверное, мы предвидели, потому что мы прямо так и договорились. Какие бы не были времена, вдруг будут какие-то там проблемы в стране, кризисы, и будет падать платежеспособность. Но мы никогда не будем жертвовать тем, чтобы мы там не начнем заменять выбранные нами идеальные, созданные специальные шоколады, шоколадные массы, очень высокое качество, различные орехи, сухофрукты. Мы никогда не будем понижать их качество. Мы понимали о том, что мы можем продавать в это время меньше, у нас могут уменьшаться объемы, но все возвращается, я имею в виду, да, и времена хорошие возвращаются, и наши клиенты, покупатели, заказчики будут помнить, да, что мы делали. Ну и еще один есть момент, представляете, что мы самая быстрая компания реально в мире. Я вам приведу одну цифру, она будет очень странной. 33% корпоративных заказов на 8 марта мы изготавливаем со сроком изготовления один день. А за счет чего удается в такие короткие сроки создать? За счет того, что у нас модный дом, дизайнеры, 20 человек, которые создают дизайн в том числе индивидуальных заказов. У нас свое упаковочное производство, производство упаковки. И поэтому своя кондитерская фабрика, и поэтому, когда в комплексе абсолютно все, мы получаем заказ, начинают работать дизайнеры, через два часа они передают это в цех упаковки, они начинают это изготавливать, в это время изготавливают шоколадные конфеты, через несколько часов мы уже собираем готовые подарки. Поэтому я считаю, что люди, которые вообще на самом деле у нас работают, просто волшебники. У вас получается сезон, он довольно ровный. Новый год, 23, 8 марта, 14 февраля, да, наверное, скорее всего. А летом это в основном какие заказы? Круглый год есть корпоративные мероприятия, юбилеи компаний, выставки, профессиональные праздники. Больше того, у нас есть такой вид нашей активности, я бы сказала, даже не услуги, когда компании на свои праздники просят сделать что-то очень-очень необычное. Ну, кроме этого, последние технологии позволили, как только появился 3D-принтер, например, шоколадный, он еще был только в экспериментах, но мы тут же, дорабатывая даже его вместе с производителем, себе приобрели. Здесь больше задействованы специалисты-айтишники, которые настраивают этот принтер, и этот принтер начинает сам, выдавая маленькими слоями шоколад, наращивать и выращивать скульптуру. Насколько я знаю, вы работаете по принципу модных домов, по принципу кутелье работают ваши шоколатьи, и вы каждый сезон выдаёте по несколько коллекций. Как определяете, что будет модно в том или ином сезоне? Смотрите, создание вкусов, есть такие тренды, да, которые появляются со временем. И больше того я хочу сказать о том, что тренды, они часто появляются позднее, чем, например, ты пытался это сделать и предложить покупателю или клиенту. Потому что, например, шоколад с перцем мы делали ещё по заказам наших клиентов, причём, кстати, хочу сказать, модельеров, даже помню, ещё лет 15 назад. Это было интересно, но это не воспринималось как вообще возможное к потреблению. И это не было то время, да. Потом проходит какое-то количество времени, и, например, там шоколад с солью или перцем, он становится трендом. И таким образом, естественно, мы следим за этими трендами. Я вот прям буквально через два дня улетаю на всемирную выставку сладостей в Кёльн. И там ты смотришь, тоже какие-то появляются вот именно тренды. Ты их, естественно, используешь. Потому что на сегодняшний день, собственно говоря, тренды в шоколадной промышленности или в предложениях к шоколаде, они не очень отличаются вообще от такого направления, даже, кстати, в моде, да. Это такое сочетание несочетаемого. Сладкого с солёным, с горьким. Раньше, о котором даже представить себе невозможно, что человек сказал, вот такого быть не может. Да что это такое? Это же есть вместе нельзя. А на сегодняшний день это возможно. А что касается трендов, вот связанных с упаковкой, у нас заказывают очень вкусные изделия, упакованные в шикарную, красивую, стильную, в модную упаковку. Потому что всё-таки встречают по одёжке подарок, а провожают уже по содержимому. Здесь можно переделать. Встречают по одёжке, а шоколадку покупают по упаковке. Ну так оно и есть. Шоколадку, подарок, что-то вкусное. Поэтому вот упаковка наша, как раз она соответствует трендам не какого-то шоколада, шоколатье, а просто трендам моды в мире. То есть у нас практически, вот мы на выставку сладостей едем, это бывает обычно раз в три года. А вот на выставке, связанной с направлениями моды, в Милан, в Лондон, в Париж, наши дизайнеры выезжают регулярно. Как оценивают наш отечественный продукт компании Комфаэль на этих выставках? У нас заказчиками нашими являются компании из разных стран мира. То есть это абсолютно международный продукт, и он не поделён на то, что там пригоден для России. Это то, что пользуется спросом во всём мире. Я по-другому даже сказала, не пользуется спросом. Оно вызывает восхищение. Я очень рада и довольна этим, потому что это немножко гордо за Россию, даже не за Комфаэль совсем, да? Потому что, когда различные общественные организации, коммерческие организации и даже администрация президента и правительство Российской Федерации заказывают подарки для официальных визитов, и эти подарки вручаются, и ты иногда видишь реакцию получателей подарков, то становится очень приятно, потому что я сама видела реакцию нескольких руководителей государств, королей, президентов и так далее. И ты видишь, что это люди выше только звёзды. И когда он так воспринимает вот такие вот изделия, я видела, когда папе римскому вручали его шоколадный портрет, он прямо, вот казалось, что он просто вот стал 10-летним мальчиком. Настолько он восторгался, настолько у него была искренняя реакция. Очень приятно, абсолютно не думал, что именно Комфаэль сделано. Приятно, что это сделано в России, и что это вызывает восхищение. И очень нравится людям. Спасибо большое. Мы желаем вам и вашему бизнесу успехов и процветания. Спасибо. Всем всего хорошего. Российский приоритет.